Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, с 9 февраля и до конца месяца студенты, обучающиеся по программам высшего образования, переведены на дистанционный формат обучения. В связи с распространением нового штамма коронавируса в Москве, сильно увеличилось количество заболевших, и поэтому решение о введении дистанционного обучения принято в целях заботы о здоровье наших студентов, преподавателей и сотрудников. Когда показатели заболеваемости существенно снизятся, мы вернемся к обучению в аудиториях университета и будем наслаждаться общением друг с другом. А сейчас я передаю слово Руслану Сулеймановичу, который расскажет об интересных выводах по статистике, связанной с вакцинацией и заболеваемостью COVID-19. Здравствуйте! С самого начала пандемии университет собирает и тщательно изучает данные о заболеваемости студентов, преподавателей и сотрудников московского городского. Мы постоянно сравниваем динамику заболеваемости в университете с ситуацией в Москве, России и мире. Мы стараемся всегда быстро и обдуманно реагировать на ситуацию и принимать достаточные меры для предотвращения распространения коронавируса в университете. За время пандемии мы успели поучиться и в полностью дистанционном формате, и в традиционно очном формате, и в формате гибридного обучения, когда вакцинированные студенты смогли учиться в аудиториях. Выбор того или иного формата обучения основывается на рекомендациях специалистов в области здравоохранения, нормативных документах, а также тщательном анализе данных о заболеваемости. Как показывают наши данные, вакцинация позволяет в несколько раз снизить вероятность заболевания. Именно анализ данных по вакцинации позволил нам перейти к гибридному формату обучения в ноябре прошлого года и допустить большую часть наших студентов к обучению в аудиториях. Сравнительный анализ различных форматов обучения показал наибольшую эффективность гибридного формата обучения. Динамика заболеваемости студентов и преподавателей московского городского в этот период оказалась ниже, чем в периоды очного и даже дистанционного форматов. Как уже сказал Дмитрий Львович, мы планируем продолжить обучение в гибридном формате во втором семестре 2021-2022 учебного года. Однако сейчас мы не можем игнорировать крайне высокий темп роста заболеваемости в городе, связанный с распространением нового штамма. Мы видим, что картины заболеваемости омикроном не похожи на предыдущие штаммы. Характерным отличием омикрона с точки зрения специалистов в области здравоохранения является высокий риск заболеваемости среди детей и молодого населения. Данная особенность подтверждается и статистикой заболеваемости омикроном в университете. На графике видно, насколько быстро растет количество заболеваний именно среди студентов МГПУ. Друзья, будьте здоровы, берегите себя и сделайте прививку. Вакцинация помогает!